Соломия Васильевна, вам сколько было лет, когда началась война? Когда началась война, так, я с 38-го, начало 38-го, 4-е. Маркович Соломия Васильевна. 4-е года. Начало войны я не помню. У вас отец, судьба у него стала нелёгкая. Судьба очень тяжёлая, но он был очень такой своё, он так уверовал в то, значит, он этого держался. И его не надо было ни уговаривать, ни просить, ни покупать, ни ничего. Он свою точку имел. Чижмар Василий Михайлович. С началом Великой Отечественной войны был заброшен в глубокий тыл врага в составе разведгруппы под кодовым наименованием «Закарпатцы», которая была подготовлена и направлена первым главным управлением МГБ Советского Союза. Василий Чижмар был связником-курьером, действовал в группе под псевдонимом «Куцу». Да, он был уже в партизанском отряде. Их в 43-м сбросили. Ихний партизанский отряд относился до Кольпака. Мне кажется, что он ещё в Испании, наверное, или уже в Москве. Наверное, там их проверяли, потому что тогда жёсткие времена были. А какие должны были быть времена? Ну, отец как их скинули, он в первую очередь пришёл, показался маме. Мама не знала за него, по-моему, 5 лет. И он показался и сказал, что мы тут организовываем отряд. В группе разведчиков в глубоком тылу врага были поставлены следующие задачи. Сбор военной и политической информации о размещении и передизлокации войск, вооружения и живой силы на фронт. О военных объектах и сооружениях, о деятельности властных структур, антисоветских организаций, характеристики политических деятелей, их отношения к Германии, наличие оппозиции и характеристики их руководства. Славьи Васильевна, расскажите об аресте отца, как его предали. Они где-то далеко были, где-то в лесу там такая была заимка называлась. И вот они там спали, уже их командиров, никого не было, они вдвоём остались. И так что, вот тогда, когда тех постреляли в хате, они были на задании, где-то что-то надо было им в Москву пересылать. Ну их спрячем, взяли, сразу повязали и сразу их, там у нас город Хус, а оттуда их в Румынию. Они там и сидели. Но там уже много было, с их партизанского. Ну, казнили их, да, казнили. Тяжелую смерть он принял. Говорит, его повязали и пустили на него собак, овчарок. И пока они его не разъели. За проявленное мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками Чижмарь Василий Михайлович был награждён медалью за отвагу. Посмертно. Елена Васильевна Чижмарь была связной в разведотряде. Мамка была такая, такой патриот был, такая, вообще. Евреи были, соседи, их так убивали, уничтожали. Она бедно в лес их повела, туда им кушать носила. Там дети были в этих евреях. А всё равно предали, другие соседи предали. И мамку высадили, как мамка несла кушать им, так их и поймали. Вы знали, что вашу маму забрали немцы? Знали. Только мы не знали из-за чего. Вам не говорили? Нет. Мы же старшим говорили, потому что две у нас старшие были, сёстры. А мы трое были младше, мы не очень понимали до этого. Они говорили, что взяли её, но скоро придёт, ну скоро придёт. Так нас всегда говорили. Мы плакали, мамка где, мамку, тут ни отца, ни матери, никого. А тут видели, как мамку фашисты забирают? Нет. Не видели? Нет, и так забрали. Ночью. Ночью пришли, забрали, мы все спали. Только утром мы встали, а её нет. И бабушка нам так делала, чтобы мы молчали, чтобы ничего не говорили. Её держали в тюрьме, пока отца не поймали. Она была и беременна, и что? И там ребёнок. Выбили с неё. Она сидела, не знаю, недолго, по-моему. По-моему, полгода, мне кажется. А может и больше. Короче, мы одни остались. Пять детей одни. Отец в отряде, мамка в тюрьме. А потом уже, как его поймали, то её выпустили. Но она пришла домой. Это мне уже сёстры, уже как я подросла. Рассказывали, мамка пришла вся в крови. И не думали, что она выживет. Вся. Это убили, выбили с неё. Она не предавала, не признавалась, что она знает, что муж её приходил, и надо, он ночью, и надо, приходил домой. Приходил нас посмотреть. Очень тяжёлые времена были. Не дай бог. Чтобы ещё такое вернулось, не дай бог. Это страшное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова